браво это буквально самый нужный совет что я слышал в жизни и тебе привет дорогой зритель да сейчас я услышал просто я думаю это была пушка да никит ты знаешь что у тебя имя победителя честно говоря я завидую людям у которых такое имя тебя такое же именно так дорогие друзья с нами никита лихин давай начнем с глубоких вопросов я понимаю что ты глубокий человек и это связано не только с тем что у тебя очки вообще в целом но я понимаю что ты умный человек что для тебя жизнь действительно глубокий вопрос жизнь для меня но это ты родился и ты живешь вот по сути причастик класс и если так ответить то для меня жизнь до христа это было вообще не жизнь то есть я сразу скажу как я вообще пришел к христу изначально меня родители привели в церковь как все по канонам я проходил в нее четыре года там три не помню ушел из нее это сколько тебе было лет есть несколько лет ну честно сказать не помню лет 12 может вот пришел церковь ходил три года и 15 лет я ушел потом прошел прошел буквально год я прошел через большое большое количество проблем и вернулся обратно церковь а что же были за проблему если нет проблем начались изначально вообще мне было 15 лет проблем начались с родителями я морозился от них то есть вообще ничего не рассказывал не говорил об своей жизни просто гулял школу прогуливал вот и в конце года естественно меня там чуть ли школу там с резком не выгнали ну еще были со здоровьем проблемы я прям постоянно болел но он сидел не вылазил и по мягче сказать сказать деградировал что ли окей что произошло что за переломный момент что это было как я вернулся да ну я понял то что понял то что именно так жить нельзя и начал как-то восстанавливать свои связи когда там ходил же в церковь между друзья там кит я их на тот момент друзьями не считал но они были для меня знакомые для меня друзья это были те люди с которыми я там прогуливал школу курил выпивал вот для меня на тот момент это были прямо идеальные друзья причем я ошибался почему потому что они всем моим хотелкам шли навстречу то есть я был зачинщиком всякого бреда в компании и мне окружали те люди которые этому бреду потакали вот твои родители как они изменились с момента до покаяния и после покаяния ты помнишь их до там и после были какие-то изменения или существенно покаяние дамы изначально родители были такие то что сценах гуляли где-то но до покаяния до покаяния гуляли постоянно где-то выпивали то есть я чисто он ли с бабушкой время проводил то есть прям это реально бабушка чаще видел чем маму вот отец у меня кололся употреблял употреблял именно наркотики мы переехали в нижний из ижевска из ижевска мы переехали в нижний ради того чтоб отец ну ушел от старой компании вот переехали сюда у на это было семья из не смысле решением твоей мамы или их общей мыши отца отца он просто понял что с такой компании больше не нужно для мама она поддерживал то есть что и должна делать жена супруга она поддерживала и они вместе уехали хоть маме не хотелось но я знаю просто не очень хотел уезжать вот они переехали в нижний и как-то все равно как-то эхо прошло до них добралась но они как-то переломный момент выше как-то на церковь честно скажу я не не знаю как они это сделали как какие знакомые там сказали или может быть родственники но я помню то что когда родители начали ходить церковь они начали меняться то есть не прямо так по щелчку но постепенно какие-то минусы превращались плюсы например например маму чего больше времени уделять не в учебе то есть она садилась со мной хотя и знают что она не любила это время потому что я прям бездарь именно в некоторых этих проявлениях получать был садилась мы как-то разбирали да да все прям так раскладывали садились и терпение было не просто колоссальная массив на это здорово извини торможу расскажи про свое увлечение так понимаю что ты занимаешься помимо служения ты занимаешься веб-дизайном да ну и вебом тоже но больше графическим дизайном то есть что это такое всякие разработка единого стиля то есть логотипы вот это вот все вот эти вот слава умные оформление соцсетей и так далее так далее то есть это очень круто это очень востребовано я вот именно в церкви это нашел то есть до церкви до того как я начал служить именно в дизайне я служил в других местах то есть света режиссура то есть я думаю то что это мое то что я нашел на свое в церкви то есть света режиссу примут я видел и шел прям мне нравилось но внутри страна ответ как вот не было на счет того моё ли это не моё вот и как-то мне предложили то что да давай тут вот вместе как-то что-то делать там картинки всякие в соцсети и так далее вот я начал это делать как-то как снежником ничего нарастать 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 как-то я уже сейчас оглядываясь назад понимаю то что прям моё то есть я прям готов дальше идти ты долго этим уже занимаешься полтора года но ты делаешь в этом большие успехи да я меня таинственный гость нашей будущей программы попросил напомню что ты делал в не видно него дизайн для оформления для приезда никого и чем нижний новгород вот он да вот вот здесь вот класс красота верно я делал дизайн для этого мероприятия то есть мероприятие такого мирового 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 да скажем мирового уровня то есть не куча то есть даже до сих пор не могу осознать насколько это было прямо такое для меня важное мероприятие событие то есть не не как правильно сказать не то чтобы я боялся вот этого мероприятия когда мне просто сказали то что набери делай я изначально просто думал ну не осознавал всю суть то есть насколько это важно насколько это ну какой нас будет делать да и я как-то взялся и с божьей помощью там прямо реально с божьей помощью потому что я делал те вещи которых я даже еще не знал то есть мне приходилось еще параллельно обучаться и делать вот я прям вот как это событие это можно назвать переломным там в твоей карьере или да я могу сказать то что это преломный момент мы жизни графического дизайнера что ну как-то с этого момента появилась заказчика в польше или что нет я вырос внутри ну то есть я как-то больше теперь я не боюсь вот именно каких-то больших правильно сказать проектов прямо огромных которые на которые я раньше прям думал внутри себя то что они не мои тут никак не не справиться вот сейчас уже как-то к этому проще намного отношусь вот у меня есть для тебя проект так ну позже поговорим какой главный принцип тебе передали твои родители принцип говорить правду только правду потому что ты его придерживаешься очень трудно бывает потому что реально иногда очень всякие искушения то есть трудно иногда всегда правду говорить особенно в лицо люди самый важный жизненный урок самый важный ну да сразу же не вспомню меня вся жизнь это важный жизненный урок класс мы это выведем как цитата ну серьезно мне каждый день квесты на дамы при цех с их если честно то у меня был момент в школе как жизнь его не забуду не забуду когда я грубо говоря просто весь всю школу подставил перед министерство образованием то есть это сильно просто позвонил по номеру который был у директора на столе то есть он никак не был подписан я думаю чем мы в кабинете у директора почему бы не позвонить по номеру дурак же был был важный момент да и решил позвонить а это оказалось какая-то там супер тетка которая в министерстве образования там было там чуть ли не первый человек но они с нашим директором дружили вот и и что то есть сказал дословно то что школа очень плохая то что нужен новый директор вот это сильно реально очень сильно надо молиться до еды или после еды во время да не на самом деле перед едой почему особенность по кафе ходит каким-то сам понимаешь что что в кафе подают не твоя мама с бабушкой а кто-то там столовчане ну кто там готовит вот и не стало все это сильно какую музыку ты любишь ну которые играет на нее на самом деле я люблю любую любую музыку которая меломана я забыл просто это слово да это здорово нам нужно дать три совета один родителям так другой детям 3 июля хорошо начну с июль а давайте уже давай на бога надейся а сама не плашай это вот ей с первой частью справляется со второй второй так подуставший родителям мам папа я с вами ну да мне нравится твой подход к жизни к программам и к ориентирам на жизнь я думаю что мы справились с этой программой и надеюсь что мы будем справляться так сотрудники думаю одновременно скажем хорошо никита ты молодец я тобой горжусь искренне тоже горжу и откровенно так точка о вот Субтитры сделал DimaTorzok